Познать основу существования не значит выйти за пределы физического и пребывать в тонком или причинном мире. Все эти измерения существуют одновременно, грубое, тонкое и причинное существуют здесь и сейчас. Лишь ограниченный ум разделяет их. Многие святые, йоги, провидцы, пророки, достигая высокого уровня расширения сознания и возвращаясь в человеческое сознание, восклицали «все не так, все не так». И действительно, если представить себя в нематериальном мире или в мире за рамками ума и ограниченности пространства, то нам, возможно, трудно будет его воспринять и понять представлениями нашего ума. Это можно сравнить с тем, как если бы ум, погруженный в компьютерную виртуальную реальность, усилием воли, на мгновение вышел бы своим сознанием в ту реальность, из которой он своего рода был создан. Он перестал бы ощущать течение времени виртуальной реальности, которая до недавнего времени была для него абсолютной реальностью, перестал бы ощущать ее правила и законы бытия, ее пространство. Думаю, что каждый, побывав в истинной реальности и тут же вернувшись обратно в свое игровое тело человека, точно так же воскликнул бы «все не так, все не так». Лепестки направленности антенны, диаграмма направленности, схожи с лепестками лотоса, которых в свою очередь олицетворяет чакра. В Индии чакры, энергоинформационные центры, нередко называют именно лотосами. Говоря о лепестках лотоса, как о чакрах, имеют в виду познание человеком своих энергоинформационных центров, как приема передающих антенн, которые раскрываются, чтобы человек пробудился. Таким образом, в древности людям было известно об энергоинформационных невидимых антеннах в структуре строения человека. Раскрыв в себе знания о них и научившись ими пользоваться, человек получает способность духовного видения. Когда человек пробуждается, то начинает гораздо больше видеть, слышать, знать, чувствовать, а также иметь возможность общаться, обмениваться информацией с невидимым для обычного зрения миром. Шаманы, святые йоги, экстрасенсы тому подтверждение. К такому пробужденному человеку приходит информация. Он начинает воспринимать информацию, которая скрыта от человека, владеющего лишь пятью органами чувств. Также и у электротехнических приборов, под названием антенны, имеются лепестки направленности. Некое энергоинформационное поле, направленное в разные стороны для приема и передачи информации. Система чакр, энергоинформационных центров, это по сути антенны приема и передачи, которые человек способен настраивать, развивать, активировать и использовать для расширения своего сознания. То есть расширение своих знаний о мире, о себе, восприятия информации за пределами ума, за пределами только пяти органов чувств. Соответственно и мир будет виден более полным, истинным. Необходим мастер, наставник, гуру, чтобы ты в своем расширении сознания не навредил себе и другим. На сегодняшний день наука не дает точного определения, что такое есть информация. Несмотря на широкую распространенность, понятие информации остается одним из самых дискуссионных в науке, а термин может иметь различные значения в разных отраслях человеческой деятельности. Так академики и профессора, стоящие у истоков информационных наук, полагали, что в силу широты этого понятия нет и не может быть строгого и достаточно универсального определения информации. Попытаемся составить именно универсальное определение термину информация. Для мира, проявленного и обусловленного восприятием ума, информация – это определенным образом, в определенном порядке, структурированное наличие или отсутствие заданного в определенной системе количества энергии относительно некоего заранее известного и прописанного в этой системе эталона, некоего образно выражаясь контекста. К примеру, в 2021 году ученые подтвердили, что даже геном человека, ДНК, имеет речевую структуру. Это вам к размышлениям о том, что написано в Библии. Вначале было слово, и слово было у Бога. Однако, если пойти дальше об условленности, то есть мира слов, мира контекста, информации и материи, то мы, несомненно, упираемся в мир вне материи, вне слов, обусловленности, мир вне информации и энергии. Если или наоборот, за пределами мира обусловленных форм, материи, энергии и информации, мы встречаемся с понятием абсолютной, тотальной энергии и информации, которая изначально содержит в себе всю полноту появления и проявления информации и энергии. В более глобальном смысле информация – некая идея, выраженная из внепространственного, вневременного мира и проявленная в обусловленном, ограниченном мире форм. Простой пример. Уровень порога напряжения или тока в электротехнике – Если напряжение ток доходит до уровня порога, заранее известного и установленного создателями того или иного прибора, схемы в приборе, то элементу присваивается единичка, и он активируется, включается. Если же уровень напряжения тока не доходит до нужного значения, то и элемент остается неактивным, то есть ему присваивается ноль. В плотном теле человек более обусловлен, подвержен влиянию извне, ограничен в восприятии информации и в знаниях. В тонких телах человеку открывается больше знаний, информации. Квантовая физика уже доказывает, что в нашей реальности, в нашем пространстве времени, кем-то – создателями. Заранее прописана та или иная информация, или некий диапазон возможной информации, которая совместно с наблюдателями проявляется в соответствии с индивидуальным и общим сознанием. Прописанный заранее диапазон информации можно отнести к своего роду линию судьбы, то, в каком направлении развивается человечество в целом и отдельный индивид в частности. Судьбу, к слову, можно менять или творить. Однако для этого потребуются колоссальные усилия и работа над собой, а также знания об устройстве человека, мироздания и общих правилах, законах гармоничного сосуществования. То есть нас ограничили пятью органами чувств, и мы, если не выходить за рамки ума, не развивать экстрасенсорные способности, поэтому способны воспринимать реальность именно так, как воспринимаем. Линейное время, наличие прошлого, настоящего, будущего, ограниченное пространство и так далее. Соответственно, знание законов той или иной системы и в целом то, как устроена жизнь, что ее активирует, как и где прописана та или иная информация, откуда берется энергия и время, а также видение мира за пределами времени, пространства, к примеру, создатели электротехнического прибора знают, как и согласно каким законам создают приборы. Все это дает возможность человеку пробудиться, обрести сознание Будды, сознание святых, провидцев. По своей сути чакры – это сконцентрированные энергетические скопления. Все есть энергия, энергоинформационное поле. Человек также есть энергия. И так называемые чакры – это сконцентрированное проявление энергии и своего рода антенны, фильтры и сенсоры. Поэтому и названия чакр разные. Древние, к примеру, часто изображали и почитали древо жизни, которое наглядно показывает одновременную важность и корней, и ствола, и кроны, а по своей сути показывает общую картину того, как устроен мир, вселенная, человек. Показывает циркуляцию энергии. Показывает, что обусловленный, ограниченный в восприятии истинной реальности ум делит все на хорошее и плохое, черное и белое. Принц Глутама, перед тем, как пробудиться, познать все и стать Буддой, сидел под деревом Бодхи. После 49 дней медитации Глутама достиг пробуждения и полного представления о природе и причине человеческих страданий, невежести, а также о шагах, которые необходимы для устранения этой причины. Сидя под деревом, принца Глутаму атаковали разные так называемые темные силы, которые олицетворяют все страсти, пороки и в целом невежество человека, его зависимость от обусловленного ума, ограниченности тела человека в восприятии мира, истинной реальности и подверженности информационно-энергетическим программам, в целом его незнание о своем собственном устройстве и устройстве мироздания. Здесь выражение «под деревом» может означать систему чакр, дерево, а слово «под» означает, что Глутама до пробуждения был под системой, а не над ней, то есть не мог видеть за пределами ума и тела всю полноту знаний и правил мироздания. Также и изображение «древа жизни» показывает нам, что в жизни все устроено правильно, гармонично, если знать, что к чему, как течет энергия жизни, формируя мир наблюдаемых нами форм, микрокосм и макрокосм в его взаимодействии. Какие-то энергии идут наверх, какие-то вниз, но все они, если выйти за рамки системы, образуют единое. Лама Кази Дева, сам Дуб, описывает, как мирные и гневные божества, то есть те сущности информационно-энергетические структуры, которые сложно постичь обусловленным умом, пребывают в нас, и они не есть что-то, существующее вне нас. Во всех состояниях земного бытия мы образуем единое целое с тем, что есть, от низших миров страдания до высочайших сфер блаженства, абсолютного просветления. В эзотерическом смысле божества Лотоса – это обожествленные принципы речевых функций. Мирные божества – принципы сердца, эмоциональных функций, гневные – ментальных функций, мышление, рассуждение, воображение и памяти, локализованных в головном мозгу. Нести свой крест в христианстве на самом деле означает в прямом смысле нести крест. То есть, если вы посмотрите на схематичное изображение системы чакр, то поймете, что крест – это и есть система чакр, формирующих энергетическое тело человека и его плотное тело в виде креста. Нести крест – значит проживать временно, жизнь в обусловленном, ограниченном восприятии, плотном теле. Распятое тело означает страдания, эмоции и чувства, которые мы способны ощущать из-за невежества ума и тела, находясь в плотном теле и будучи подверженными уловкам и программам ума, тела, которое ограничивает нас в истинном знании и реальности. В христианстве принято креститься от лба до живота. Если посмотреть на священников и монахов, то они часто останавливаются на уровне сердца, и затем правое и левое плечо. Тем самым, это символично напоминает крестящемуся, что необходимо для правильного несения креста, проживания временной жизни в теле, чтобы ум совместно с раскрытым пробужденным сердечным центром, в котором учеными также обнаружено около 40 тысяч нейронов, воспринимающие информацию как сенсоры, управляли нижними чакрами, а не наоборот. Семисвечник в христианстве символизирует раскрытие в человеке системы чакр и более полного видения и знания мироустройства. Девятисвечник в иудаизме также символизирует раскрытие в человеке духовного зрения, познание системы чакр, просветление, познание себя и мироустройства. Семь голов в древности символизируют семь энергоинформационных центров антенн, системы чакр, связывающих человека с божественным познанием мира, с царствием Божиим внутри нас. Древо жизни показывает нам важность всех чакр, чакральной системы. Истины и дарует то самое пробуждение, духовное зрение, посредством которого человек может видеть истину всего мироздания и истинную свою суть.